добрый день дорогие друзья сегодня хочу вам показать свой рецепт ватрушек посмотрите какие они изумительные воздушные мягкие пышные ароматные и пить этого можно подбирать бесконечно и самое главное что они остаются такими же мягкими на следующий день но это конечно если что-то от них останется вот в этот раз первую партию которую испекла мои домашние в миг растащили я даже не успела отснять ее на видео поэтому покажу то что осталось дрожжи 25 грамм я предпочитаю всегда живые дрожжи но иногда использую сухие в этом рецепте у меня живые наливаем 50 миллиграмм теплой водички именно теплой добавляем столовую ложку сахара все это размешиваем до однородной массы и высыпаем туда где-то одну полторы может быть две столовые ложки муки смотрите сами чтобы получилось вот как жидкая сметана и ставим в теплое место чтобы наша опара подошла теперь мука где-то около 400 450 грамм муки может быть больше вы должны будете смотреть по месту 1 4 чайной ложки соли ванильный сахар я кладу два пакетика сахар 100 грамм обычный песок и самое главное когда мы все это перемешаем мы добавляем туда мягкое сливочное масло то есть его не нужно растапливать чтобы оно было жидкое но прежде всего мы выливаем в муку нашу опару масло сливочное добавляем уже после того как мы вылили опару и теплое молоко размешанное с водой молоко у меня здесь 150 миллиграмм и 50 миллиграмм воды это помимо опары это в тесто теперь мы выкладываем сюда мягкое сливочное масло и начинаем замешивать наше тесто муку я выкладываю не всю я оставляю где-то 100 150 грамм муки это для того чтобы добавить если будет недостаточно ее в тесте и для того чтобы припылить стол потому что тесто настолько хорошо в себя все впитывает и когда вымешивается она такое эластичное перестает липнуть к рукам и к поверхности что мука практически не нужно тесто вымешиваем качественно где-то минут 15 затем его кладем в емкость накрываем крышкой или пленкой и ставим на час растаиваться за это время мы занимаемся творогом творог 400 грамм добавляем туда сахара грамм 130 цедру при желании с одного апельсина если апельсин сильно большой крупный тогда с половинки манка две-три столовые ложки опять же все это зависит от влажности творога яйца одну-две штуки и если творог у вас слишком влажный лучше взять один или два желтка ванильный сахар две чайные ложки все ингредиенты смешиваем цедру добавляем самом конце можно сначала перемешать ложкой творог яйца сахар и манку а затем взбить блендером если у вас есть такая возможность или перетереть вилкой когда уже у нас творог будет полностью перетерт с яйцом и сахаром и манкой тогда только после этого мы добавляем цедру можно вместо цедры или месяц цедры добавить еще изюм только его предварительно естественно нужно замочить а потом слить и просушить тесто очень хорошо у нас подошло качественно и здесь я поделюсь с вами одной маленькой тонкостью после того как вы вот так вот вымесили хорошо тесто вы его на полчаса минут на 20 на 30 лучше на полчаса весь этот комок поместите в холодильник потом когда вы его достанете из холодильника если у вас будет такая необходимость чтобы разделить его на пару частей пока вы будете работать с одной частью вторую также верните обратно в холодильник или можно сразу тесто разделить на нужное вам количество частей потом из холодильника вынять только одну часть для работы так как первой части готовых изделий у меня не осталось поскольку они были очень быстро уничтожены всеми моими родными и близкими я вам показываю конец процесса из остатков теста тесто раскатываем толщиной 0 5 сантиметра желательно не тоньше 0 5 сантиметра из этого кусочка теста вот у меня получается 4 ватрушки не надо их делать слишком маленькие лучше и сделать крупными где-то сантиметров по 10 по 15 каждая сторона кладем на середину творог и с четырех сторон хорошо защипываем центре тесто лепится это хорошо так что у вас проблем не будет она не расползется но все равно нужно так понадежнее его заклеить выкладываем на противень и ставим их расстояться под пленкой где-то минут 30-40 но вы сами увидите как они увеличатся в размере после этого смазываем наши ватрушки желтком на один желток столовая ложка молока вот этой смеси мы смазываем наши ватрушки и отправляем их в духовку духовка заранее разогрета где-то до 200 градусов а ватрушки мы должны выпекать где-то при 190 градусов можно даже при 180 желательно первые 20 минут в духовку не заглядывать чтобы тесто у нас не опустилась после того как ваши ватрушки испекутся и вы их достанете из духовки обязательно смажьте их теплой водичкой быстренько смазали кисточкой теплой водичкой и накрыли полотенцем вот такие изделия у нас получились можно их присыпать сахарной пудрой а можно оставить и так приятного аппетита подписывайтесь на наш канал всего доброго до новых встреч а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok